В последние годы весь мир стремится наладить теплоту в отношениях между представителями разных религий. Несмотря на усилия некоторых радикалов, мы учимся уважению друг к другу, любви и толерантности. Однако эти тенденции наблюдаются не везде. До сих пор существуют страны и территории, где пропагандируется превосходство одной религии над другими и ее тотальная исключительность. В частности, такая картина обычно для Армении. Как думаете, откуда у некоторых армян, безосновательно называющих себя первыми христианами, взялась подобная нетерпимость к другим религиям и святыням? Дело в том, что армянская апостольская церковь действительно отличается от основных направлений христианства – православия, католицизма и протестантизма. Переместимся на много веков назад, когда закладывались догмы христианства. Для обсуждений созывались вселенские соборы христианской церкви. На одном из них, Халкидонском соборе, в 451 году было принято решение о том, что Иисус Христос имеет и божественную, и человеческую природу, и обе эти природы соединяются в нем. Эта концепция называется диафизизмом, и ее придерживаются практически все направления в христианстве. Одно из исключений – армянская апостольская церковь. Она не признает Иисуса Христа Сыном Божьим. По решению Халкидонского собора такая трактовка признается ересью, а те, кто придерживаются ее, должны покаяться. Но армянская церковь не признает решение Халкидонского собора. Когда нет святынь, когда вера построена на отрицании и противостоянии, могут ли цениться чужие реликвии? Может ли формироваться уважение к чужой вере и ценностям? Ответы на этих кадрах. Это то, что осталось в Нагорном Карабахе от мечетей. Развалины. Представьте, как это происходило. Как люди пришли сюда в бесценное для миллионов место и глумились над чужой верой. А это – единственная в Нагорном Карабахе русская православная церковь. Такой она стала за 30 лет. Осталось несколько стен, испечренных оскорбительными надписями. Осталось святотатство. Конечно, кто-то может сказать – это внутрихристианские недомолвки. Обычное дело в столкновении двух различных ветвей одной конфессии. Но как тогда назвать убийство армянами мусульман в начале и конце 20 века в Азербайджане? Как назвать убийство армянами евреев в азербайджанском городе Губа, одном из древних еврейских поселений во всем мире? Неужели подобная нетерпимость к чужой вере может встречаться в современном мире? Мире, где мы путешествуем и взаимодействуем с людьми из разных стран и разных традиций. Мире, где мы рады видеть своим гостем просто человека, вне зависимости от его религиозных предпочтений. Неужели подобное неуважение к святыням можно считать нормой? Субтитры создавал DimaTorzok